Слотокинг. Ты по-любому у выигрышей. Продолжают воевать с россиянами, а иначе придется американских солдат отправлять. Вот если украинцам не помогать, если украинцы сложат оружие, проиграют в этой войне. Вот этот аргумент, помогите понять, этот аргумент от американского президента Джо Байдена, условному техасскому фермеру Гарри. Что, мол, пока ты даешь, сейчас мы даем твои деньги Гарри украинцам, а вот если деньги перестанем давать, то тогда, Гарри, тебе придется в Европу ехать и успокаивать россиян, которые, наверное, пойдут дальше, ну, не остановятся, пойдут дальше на страны НАТО. Вот этот аргумент со стороны Джо Байдена, помогите понять, он срабатывает? Будет вот эта помощь от Конгресса Украине в размере 61 миллиарда долларов? Ну, он воздействует ни на Конгресс, ни на республиканцев, являющихся оппонентами на выборах Байдена и его администрации демократической. Он оперирует к общественному мнению. Там не все непросто. Я много раз говорил, ну, как вам объяснить? Вот смотрите, там принято считать, что если им пообещали, что в результате контр-уступления война закончится и к лету будут уже в Крыму, и это звучало, безусловно, из Киева, это была надежда, не было там прямое вот обещание, гарантия, как, на войне, какие гарантии, какие обещания. Ситуация меняется, или секунду. Но там это общественное мнение восприняло очень конкретно. То есть они сказали, ну, раз нам сказали, что летом уже будут пить кофеек в Ялте где-то там, на ЮБК, ну, так оно, наверное, будет. И вдруг этого не происходит. И как бы гарантом этого в том числе всего был сам президент Джо Байден, который говорит, что все нормально, мы поставляем, все идет нормально, все поставки своевременные и так далее. Когда этого не произошло, естественно, с учетом выборов, которые в Соединенных Штатах Америки пройдут в ноябре 2022 года по выборам президента Соединенных Штатов, возникает это недовольство снова, причем уже на более высоких уровнях, не просто обывательских манимущениях, а на уровне республиканцев, которые задают те же вопросы. А мы все сделали, нужно ли делали, а надо было, в принципе, делать, какая у вас стратегия, что вы планируете сделать в дальнейшем и так далее. И это приобрело политический оттенок, потому что любой неверный шаг, любое неверное заявление того же Байдена, но оно приведет обвалу рейтинга и, соответственно, проигрыш. Очень известно, сможет ли он остаться в овальном комитете Белого дома. Да, я считаю, что он пытается уговорить этого среднего американца, реднека, в том, чтобы он изменил свое отношение к войне в Украине, которое портится, на более стратегически правильное, что если ты платишь, то ты не умираешь. Вот такая формула. Я думаю, что она срабатывает. Я думаю, что она срабатывает. В это будут вложены деньги, в это будет обоснование серьезное. И я думаю и уверен, что это произведет впечатление, потому что ведь связь этих явлений очевидна. Москва отстроила многие планы, не только нападения на Украину, но и на страны Балтии и другие. И, бог знает, как бы еще все повернулось. А страны Балтии, члены НАТО, за них пришлось бы воевать. Так что, с этой точки зрения, я исхожу из того, что Байден не случайно эти вещи заявляет. А вот все-таки, если самый худший сценарий пойдет по самому худшему сценарию, что все-таки не будет денег, не будет голосов, есть ли у Джо Байдена какой-то альтернативный план, есть ли у него альтернативные источники финансирования Украины? Ну, я этого не знаю. То, что лежит на поверхности, это военный бюджет, который утвержден под триллион. Там могут изыскать средства, чтобы передать Украине. То есть это уже выделенные средства. Это не то, что их разбазаривание. Они могут выделить, грубо говоря, со складов отдать оружие, которое у них есть, на балансе, и купить новое, сделать закупки в крупнейших корпорациях, транснациональных, и в Локиде, и так далее. Можно такое сделать? Можно такое сделать. У президента есть и другие рычаги. Я думаю, что они все равно разрулили ситуацию с бюджетом, они смогут это сделать. У них есть возможности воздействия на рестаблишмент в парламенте, ну, соответственно, в Конгрессе. Я думаю, что они с этим справятся. Просто сколько уйдет времени? Время драгоценное. А в Европе, что, мол, если Соединенные Штаты не помогут Украине, то надо нам впрягаться, надо нам изыскивать большие средства. По вашему мнению, Европа сможет взвалить себе на плечи эту тяжесть финансирования Украины? Вот Германия попробовала в два раза больше денег выделить, и как-то тяжко все это идет. Вот Франция, Британия, смогут ли они взять на себя вот эту тяжесть финансирования Украины? 50-55% всех поставок военных и финансовых идут из США. Остальные 45-50, ну, там варьируются цифры, идут уже из Европы и других стран-союзниц Украины. Я думаю, что одна Европа, если и потянет, то очень-очень-очень тяжело. То есть издержки будут гораздо большими. Это факт. Безусловно, мощности есть, но ведь, понимаете, в Европе такой же дивенческий возобладал подход, что, ну, а есть же США, они всегда что-то там решат. Даже если все будет плохо, у них армия-то вон такая, там бюджет огромный, ну, вот и пусть они головной болью этой страдают. А мы как бы будем оставаться там, где мы есть. И это сыграло определенную, ну, дурную службу, потому что за эти годы, за последние, там, немецкая армия вообще потерялась, французская, она тоже сокращение бюджета были постоянными. Ну, и другие страны, ну, может, Британия в более лучшем положении находятся в силу объективных причин. А все остальные страны Европы, они сильно зависимы от и общественного мнения, и конъюнктуры, и в том числе от победы Украины.